Это самый надежный бизнес, который можно себе представить на сегодняшний день. Я сейчас про сетевой бизнес. И ЛР самая надежная компания, потому что ни для кого не секрет, очень многие компании ушли с русского рынка. Как только появились какие-то трудности с банками и так далее, они просто собрали вещи и сбежали. А компании инвестируют не просто осталось, она инвестирует огромные-огромные суммы денег. Но что касается бизнеса, несмотря на то, что я искала себе как раз этот бизнес, я не понимала суть этого бизнеса. И вот это тоже запомните здесь. Мы никогда ничего не продаем кому-то, не осознавая, что он четко понимает, о чем идет речь. Ты вообще знаешь, что такое сетевой маркетинг? И никогда не останавливайтесь, если вам скажут «да». Потому что если бы он знал, он бы уже был миллионером. Потому что вот это вот «я знаю» — это я слышала от соседки. У соседки есть мужа, у мужа есть коллега, у коллеги есть сестра, у сестры есть зять, у зятя есть подруга, и она занималась сетевой маркетингом. Я точно знаю, что это такое. Примерно так это и выглядит. Прежде всего я объясняю человеку, что такое сетевой маркетинг. Это просто один из способов распространения продукта. Ты производитель. У тебя есть, ты производишь товар. У тебя есть три способа, как реализовать этот товар. Как довести товар до конечного покупателя. Первый способ — это традиционный бизнес. Когда идет реклама, да, и здесь мы пишем, например, да, ну, как я пишу, да, один евро. Твой продукт стоит в производстве один евро. Ты его продаешь с нагрудкой в 50%. То есть большому поставщику. Он закупает у тебя 10 тысяч штук зубных паст. Дальше он продает этот продукт уже за 5 евро. Например, там по 3 тысячи штук. И так далее, там несколько еще квадратиков. И вот конечный результат, да, получается, ты, как конечный потребитель, покупаешь этот продукт за 10 евро в магазине. Что входит сюда? Сюда входит реклама, сюда входит логистика, сюда входит в любом магазине. Мы никогда не задумываемся о таких вещах. Мы никогда не смотрим вглубь какой-то ситуации, да. В любом магазине есть куча работников, начиная от уборщицы, заканчивая самым главным менеджером и директором. И каждый из них оплачивается вами, вами. Все эти люди заработали на вас. Заработали на вас, как на покупателей. Да, и вот здесь вот опять-таки читаем между срок для тех, кто не хочет и боится зарабатывать на своих родственниках. Так ваши родственники покупают где-то зубную пасту, и на ней зарабатывает кто-то другой. Здесь я могу сказать только одно, когда не продавайте им по цене каталога, дайте им возможность купить за вот эту сумму. Это первый способ продаж, да. Второй способ продаж – это прямые продажи. Когда компания производит продукт за 1 евро, продает его за 2 евро большому поставщику, и этот поставщик напрямую продает ее клиентов, например, за 7 евро, да. То есть и здесь не зарабатывает никто. Это просто немножечко дешевле получается. И есть третий способ. Третий способ, я его объясняю всегда, это как семейный бизнес. Есть компания, которая производит зубную пасту и дает возможность с накруткой в 50%, потому что она тоже должна от чего-то жить, то есть нужно покупать сырье и так далее, оплачивать всех работников, которые работают на заводе, и дает возможность закупаться за 2 евро каждому своему клиенту. Не в зависимости от того, сколько он купил. То есть тебе не нужно покупать 10 тысяч штук. Даже 10 штук не нужно покупать. Даже 3 штук не нужно покупать. Каждый божий раз, когда ты будешь покупать продукт какой-то, а это продукт постоянного потребления, ты будешь платить за него всего лишь 2 евро. И компания предоставляет тебе две возможности заработка. Либо ты сам продаешь его, например, скажем, за 5 евро, и зарабатываешь 3 евро чистыми, плюс за общий товарооборот тебе в конце месяца платится зарплата. Или, если ты не хочешь зарабатывать на своих близких и знакомых, что делаешь ты? Ты предлагаешь им возможность купить этот продукт за 2 евро. Все. Как это выглядит в масштабе? Вот представь такую ситуацию. Это ты. Тебе понравились продукты, ты напрямую у компании покупаешь их за 2 евро. Ты находишь 3-х человек, 4-х, 5-х и так далее, которые тоже хотят попробовать этот продукт, которому тоже интересен этот бизнес, и даешь им возможность закупиться за 2 евро. Здесь я убираю у человека первый страх. Я не могу продавать. Тебе не надо ничего продавать. Ты даешь возможность закупиться здесь. Тебе не нужно закупаться. Тебе не нужно собирать эти заказы, бегать за людьми, потом отдавать, собирать деньги. Пока придет посылка, они могут 15 раз придумать. Все это у тебя уходит. Ты просто даешь им возможность делать то, что делаешь ты. Каждый раз, когда они купят зубную пасту, они ее будут покупать как минимум 1 раз в месяц. Я покупаю 4 на месяц. Мои дети очень любят чистить зубы. Ты будешь получать процент. Компания будет видеть, что это твои люди. Если им понравится, и они захотят поделиться этой возможностью дальше, эти люди также купят у компании, ты получишь от этого процента. И вот этот человек, которого ты никогда в жизни не видел, и не увидишь, возможно, купит себе зубную пасту, ты получишь от этого процента. Прикольно? Он будет ее покупать минимум 1 раз в месяц. Пожизненно. Потому что есть одна маленькая проблема. В середине презентации, например, часто задают такой вопрос. Ой, ну это все так классно звучит, но где тут собака зарыта? Я говорю, действительно, хорошо, что ты задал этот вопрос, потому что у нас есть огромная-огромная зарытая как собака. Продукты вызывают зависимость. Попробовав 1 раз нашу зубную пасту, ты больше никогда в жизни не поймешь, я не знаю, как ваши магазины называются, пятерочка, шестерочка, не знаю, семерочка, и не купишь ее там. Помыв 1 раз нашим мылом руки или ребенку нашим шампунем волосы, после нашей шампуни это просто как шелк. И так я прям рассказываю, прям в картинках, чтобы это вкусно было. И вот эти шелковые волосы, которые расчесывают сами по себе, то ты в жизни никогда ничего не будешь другого искать. Поэтому да, продукты вызывают зависимость. А если тебе повезет, и кто-то из них окажется такой, как я, вот я тоже так говорю, если бы у тебя было 3 таких, как я, работать бы в жизни я больше уже не могу. Сидел бы или где-то на Багамах, ну 4, скажем так, на Гавайях и отдыхал. То есть такое тоже может быть. Потому что я не единственная, которая хочет от жизни больше. Таких, как мы, на улице много. Поэтому давай сейчас более подробно разберемся с этим бизнесом. И только тогда я приступаю к презентации компании. Когда люди чего-то не понимают, они чувствуют себя неловко. Когда они себя чувствуют неловко, они закрывают свое сознание, и они вас больше не слышат. Поэтому мы разговариваем просто во время презентации. Так, как будто бы вы проводите презентацию к 12-летнему ребенку. Не нужно называть какие-то страшные слова составы наших продуктов. Непонятные цифры, непонятные... Маркетинг-план мы вообще не трогаем. В одном исключительном случае мы берем и разбираем маркетинг-план, когда человек приходит с другой компанией и понимает, что такое сетевой бизнес. Ни в каких других случаях не надо, господи, боже мой, эти баллы писать или еще что-то там, да. Ну там 250-е там можно и то. Это мы можем расписать после принятого решения, когда человек говорит, я хочу узнать больше. Но явно не вначале. Самая основная ваша задача, чтобы ваш кандидат всю продолжительность презентации чувствовал себя максимально комфортно и легко. Поэтому не стройте из себя каких-то супер заумных людей. Как только он будет чувствовать себя глупее, чем вы, все, вы проиграли. Все, мы с вами сворачиваем вещи и идем домой. Веретесь к нему там через пару лет, когда он остынет немножечко. Плюс, конечно же, обязательно мы говорим про вкусняшки, такие как акции, скидки, групповые заказы и так далее, и так далее. 72 миллиона проданных бутылок. Это говорит только об одном. Этот продукт пользуется пешеным спросом. Здесь, вот на этой страничке можно остановиться минут ну три, максимум пять. Ну не дольше, пожалуйста, не надо лечить людей. Выводит шлаки и яды, разжижает жиры, закисленность организма убирает, и шлаки, я уже сказала, так что еще. И плюс ко всему, в каждом глотке находится более 200 микроэлементов. Этому растению более, историй этого растения более 5 тысяч. Это единственное растение, которое упоминается пять раз в Библии, как единственное лечебное растение против всего. Почему? Да просто потому, что оно очищает каждую клеточку в организме. Я могу вам сказать на собственном примере, какой это дает эффект. И это тоже вызывает зависимость, потому что попить два-три месяца на наш продукт. Ты почувствуешь себя новым человеком. Ты летать начнешь. И здесь я всегда говорю, и вам сейчас, вот прям настоятельно вас прошу и умоляю, никогда никому не продавайте одну баночку попробовать. Алоэ мне пробуют. Я тебе налью, ты попробуешь. Либо он тебе нравится, либо он тебе не нравится. Мне тут вопрос вообще не нравится. Вопрос тебе, он нужен или не нужен, да? И алоэ нуждается во времени, чтобы показать свои свойства. Либо вы обговариваете с клиентом, что он будет минимум три месяца использовать этот продукт и готов инвестировать сумму. Вот, ну, объясните какую, да? Либо вы говорите, окей, понимаю, давай поговорим про зубную пасту. Ее ты можешь взять попробовать. Но никогда не... Вы потеряете клиента. Я всегда вам предупреждаю, для меня лучше никакого клиента, чем недовольный клиент. Возьмите себе это на заметку. Ни в коем случае никаких проб. Что касается качества, честно говоря, я никогда не говорю ни про какие сертификаты, ни про какие там печати и так далее, и так далее. Я всегда говорю, слушай, компания 35 лет. Она продает свой продукт только через рекомендацию. Ну, ты же не думаешь, что 35 лет одни идиоты будут покупать беспонтовые какие-то продукты и пользоваться им. Естественно, если бы продукт был нехороший, ни я бы здесь не сидела, ни ты бы здесь не сидела. Потому что, как я могу... Ну, ты же понимаешь, что ты можешь только один раз купить тот плохой продукт. Все. На тебе прервется цепочка. Поэтому в качестве продукта вот для меня даже сомнений нет. Тебя будут обучать. Ты боишься, что ты не знаешь продукта, я тоже его не знала. Ты боишься, что ты не понимаешь маркетинг-план, так и я не знала. И не страшно, не бойтесь получать. Нет, нет в этом ничего страшного. Это часть нашей работы. Это часть нашего бизнеса. Единственная разница моя между вами, что я получила больше лет. 67 первых моих презентаций были полным провалом. Как могло подумать кто-то из вас. Я получила нет. Но это был опыт. Я училась. Это был мой опыт. Я понимала, что я еще просто цыпленок. Я пришла сюда, я зубной техник. Я пришла сюда вообще из другой индустрии. Ну как мне знать вообще, как продавать это все? И я понимала, как только я буду готова, люди придут. Поэтому ответ на ваш вопрос, почему ко мне не идут люди? Потому что вы не готовы. Вот здесь вы еще не готовы. Вот здесь вы еще не готовы.